Всем привет! У нас тут Батошина окне отдыхает, а мы с Алисой собираемся. К нам сейчас придут гости. Мы ждем в гости семью, с которой познакомимся. То есть мы еще не знакомы. Нравится, Шапочка? Семья, мама, папа и мальчик 6 лет. Я Алисе уже рассказала, что сейчас к ней друг приедет знакомиться. Она уже строит планы, что она ему покажет. Что ты ему покажешь? Я покажу ему, и Машу, и Прошу. Да, вот три основных животных, которые Алиса хочет показать, мальчик. Мама, я хочу ей дать очки. Ну давай, очки наденем. Давай посмотрим, какие больше подойдут под твой костюм. О, прикольно как. Под шапочку подходят. Только что они падают, большие на тебя, что ли? Или ты за ушко не зацепил? Так. Теперь они не будут падать. Да, теперь вторые надевай. Посмотрим, в каких лучше. Эти лучше. Ну давай же посмотрим. Нет, ты же тебя сними сначала, Алиса. Ты что, в двух очках сразу будешь? Нет, так, конечно, круто смотрится, но... Навряд ли ты так сможешь ходить и что-то видеть. Давай. Снимай те, наденешь эти. Давай. Нет, я не хочу эти. Ну померяем, посмотрим, в каких красивее дочь. Нет, это красивее. Да? Иди в зеркало посмотри. Вот, видишь, ты должна на себя в одних очках посмотреть. Теперь снять и посмотреть на себя во вторых. И решить, как лучше. А так нельзя сказать, как красивее, пока ты себя не увидела в зеркало. Давай, снимай, теперь меряйте. Нет. Костя уже вышел на улицу тоже. Потому что... Умки. 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 А когда она их начнет называть по-разному? Как я вас люблю. Любишь? Здравствуйте, мадамы. Здравствуйте. Ой, какие у тебя очки. Какие у тебя очки. А ну еще дай рассмотреть. А, туалетик, папочка. Фу, умка. Ох и умка, ох у тебя привычка, умка. Да. Мне в глазке солнце не светило. Понятно. Пошли, Алис. А еще дядю Вову встретили. В общем, Костя уже вышел во двор. Ему гораздо легче после первого же антибиотика. Фу! Ты посмотри. Какие нехорошие, невоспитанные. Да, нехорошие, невоспитанные. Содрались, Алис, шапку сразу. В общем, Костя попылесосил тут. Подстриг газон, попылесосил. Так, фу! 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 Нельзя. Нет. Алис, иди сюда, иди сюда. Будь около меня. А то они у тебя опять шапку возьмут, я не успею подскочить. Идите сюда, фу! Может, их запереть? Я думаю, их надо запереть, причем даже не в вольере, чтобы они нам не мешали общаться, когда приедут люди. Потому что они будут гавкать постоянно в вольере. Проситься, чтобы их выпустили. Да, на кухне тоже не вариант, я даже не знаю. Если бы вы были послушные, вам бы сказали место. Вы бы вот так легли, например, под батутом, и все. Не надо было вас никуда прятать. Лимошу, мам. Лимошу любишь? Лимошу и умик любишь. Только они на тебя прыгают, да? Что это? Маха! Это их игрушка. Ой, умка, господи. Чуть не упала сама. Как Алиса выдерживает, когда ты на нее запрыгаешь. Ты же медведь. Да, похож на медведя. Большой, как медведь просто. В общем, я сейчас расскажу вам суть, кого мы ждем и почему. Кто нас смотрит часто и давно, конечно же, знают Женю. Кума Нади, лучшего друга моего брата Кости. И у Жени есть брат. Я как-то уже не на канале увидела видео его брата. У него есть своя креативная студия. Он делает там всякие вывески из дерева. Ну, в общем, крутые всякие штуки делает. И мне пришло в голову обратиться именно к нему для того, чтобы обустроить лимону вольер. То есть он может реально что-то и придумать, помочь, и сделать. И это может быть креативно, красиво и здорово. И поскольку это все-таки свои люди, ну, как бы брат Жени, Кума, с Женей мы тоже дружим, наша семья дружит. Вот, поэтому... Да и я с Женю знаю уже очень много лет. Поэтому, конечно, хорошо обратиться к своим людям, которые сделают тебе все качественно и по нормальным ценам. И сегодня мы созвонились, и Дмитрий, его зовут Дима, говорит, я приеду с женой, она графический дизайнер. И говорит, можно мы сына с собой возьмем? Я говорю, чё, конечно, берите. Тут Алиса спит и видит только, чтобы к ней какой-нибудь ребенок приехал поиграться. Вот, мальчик на два года старше. Я думаю, они замечательно найдут общий язык сразу же. Тем более тут действительно есть во что играться. Хочешь, прыгай на батуте, хочешь, катайся с гора, хочешь, иди домой. Ты куда за хвост его тянешь? Умка. А Бене лежит и молчит. Умка, вот не надо так обращаться с Беней. Давай, Бене, домой. А, здесь, наверное, закрыто. Блин, Надя в село уехала, там закрыто. Ну, давай Беню вот так просто прикроем, чтобы они его не трогали. Умку я так и не выкупала, хотела выкупать, не успела. Луна смотрится гораздо чище его. Алиса им говорит, идемте сюда. Дрессирует, короче. А Бене тут между дверями. Бенечка, бедненький, уехали твои хозяева. Да, я вот так тебя слегка приоткрою, чтобы ты мог и выйти, и зайти. Он не боится, конечно, собак, он с ними дружит. Но когда они вдвоем, мне кажется, это не очень. Что-то Бене такой худой. Аж бока впали. Наверное, опять где-то гулял всю ночь. А теперь Надя уехала. Кость, давай Бене насыпем покушать. Что-то худое ужас. Бока аж впали. У меня Умка поцарапал. Умка? Ай-яй-яй, Умка. А теперь у меня Рамка. Иди, я посмотрю. Иди, я посмотрю. Иди сюда. Где там тебя Умка поцарапал? Там. Да, поцарапал. Пойдем чем-нибудь замажем. Пошли, я тебе помажу. Да, я тебе помажу. Перекисью. Мажем. Пойдем. Ух, уже эти собачки. Непослушные наши. Слушайте, Костя так красивенько постриг газон. Я думаю, что Костя не будет с людьми знакомиться и общаться, поскольку он все-таки болеет. Он вышел просто сделать во дворе красоту. То, что Настя вчера не смогла. Ну, потому что она не умеет ни газонокосилкой пользоваться, ни пылесосами. Получается, Костя пообещал это сделать с утра сам. Идем, солнышко, заходи. Садись. Представляешь, Костя, у меня пацаня-паволонка. Ты уже так прям бегаешь, как здоровый. Что, так хорошо антибиотик поможет? Не знаю, в путь меня подбирает сейчас. Говорю, иди ложись, слышь, Настя. Он говорит, сейчас уже грядки болит. Все, мажу перекисью и идем. Будем встречать наших гостей. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы говорили, с мальчиком будете? Нет. А я думала, мальчик. Алисе рассказала. Девочка пришла к тебе. Давай, иди знакомься. Знакомься. Не пугайся. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не бойтесь. Они дружелюбны. Так, не прыгать. Не прыгать. Мы рады знакомству. Умка. Умка. Умка, а какие? Можно? Можно гладить? Да. Это Умка. Это мальчик, а вторая Луна. У нас будет просто скоро. Умка. А теперь смотри, куда мы приехали. Куда? Смотри, кто живет здесь. Смотри, это Лимоша. Лимоша. Это все. Сейчас вы увидите в моем лице ребенка. А можно его... Он лапки просовывает, можно трогать лапки. Но вот если его только выпустить наружу, он сразу злым зверем становится. Поэтому вот лучше через клетку общаться. А что ему можно... О, рычит уже, вон рычит. Ух ты какой! Смотри, что мы тебе привезли. Да ты что? Смотри, как он на незнакомых людей такой первый раз вижу. Фух, тихонько. Да, угощение привезли Лимоша, видишь? А надо бананчики ему чистить, и он сам справится с ним. Лимоша, иди бананчик возьми. Лимоша. Иди, ну, смотри. Ага, ты посмотри, как он. Интересно. К нам обычно наоборот бежит. А это он понимает, что он не знает людей. Лимоша, бери бананчик. Это Лимоша. Бери Лимоша. Это, мам, Лимоша. Смотри, какой. Это Лимоша. Нет, не буду. Он опасается, видимо. А может быть, да, и все, кого он знает из рук? Нет? Я вот, честно говоря, думаю. Я не ожидала. Смотри, какой умный. Да, они умные. У них же интеллект, как у маленького ребенка. Орешки. Обалдеть. Лимоша, а если орешку дам? На, попробуй. Аккуратней. Лимоша, иди. Лимоша, иди орешек. Лимоша. Лимоша, иди сюда. Нет, шоколад не надо. Шоколад не надо, доченька. Да, ему такой нельзя. А ну, давай, может быть, вот так вот тебе дать? Ну, когда я не буду ему шоколад задавать? А ну. Будешь? Будет орешек? Лобками прикольно играл. А такой будешь? Твердый? Так, я думаю, Марин разгрызет по-любому. Да, он съест. А такой будешь, орешек? Давай, я тебе, я так понимаю, ты из рук не хочешь брать? Это собаки играют в игрушки. В игрушке, это игрушка у них такая. Алиса с Олей уже катаются. Мам, помоги мне сесть. Тебе не получается? Залезай. Еще залезай. Вот, все. Нормально? Да, давай. Давай. Садись. Я думаю, лучше не надо. Давай. Вот так вот тебя засытим. Будешь кушать сколько хочешь. Давай. Фу, Луна, фу. Если бы вы хорошо себя вели, вы бы гуляли с нами. А так что, мы виноваты что ли? Я считала, что им можно детское печенье. Еноту? Да. Ну, мы не даем. Вы не даете? Он вообще на сухом корме, в принципе. Им выбирают. Либо дают все, либо его кормят сухим кормом. Мы выбрали корм. Ну, орешки и бананы мы даем. О, теперь нам батуют. Нет, там можно обутыми. Можно обутыми? Да, да. Семьячки красивые. Все-таки будете рассуваться? Ну, ладно. Сейчас Алиса все Оле покажет. Костя домой не ушел. Он поливает клумбы свои отдельно и разговаривает с Пошей. А ты уже кто спросила? Не, ей три. Три? И четыре будет в конце лета, в августе. И три. Ну, конечно, она очень высокая. Поэтому она выглядит старше. Там шесть. Ну, да. Ну, вот мы и покупаем одежду на пять, иногда и на шесть. Вот сейчас костюм на ней сто двадцать два. Хотя у нее сто десять роста. Мам, шесть, и у нас сто четырнадцать. У нас сто десять, да. Лиза, давай мне очки попали. Я очень боюсь, чтобы ей не было некомфортно в будущем. В школе там. Падает? Давай, и шашку, и... А, не на, нет. Просто так махнула в рост. А потом остановилась, да? А мы что, ждем, когда мы махнем? Мы как-то пока не махнем. Да зачем, девочки, я не знаю. Если был бы мальчик, я бы радовалась, что он у нас высокий. А так, просто я уже знаю... Он часто рычит. Нет, он не часто рычит. Это вот так он на незнакомых отреагировал. Я сама удивлена, что прям так уж накинулся. Ну, бывает. У нас трое девочек, да? Да, да. Две большие взрослые уже. Двадцать лет и восемнадцать лет. Тут одна отъезжала на своей машине, когда вы подъехали. Да. И одна маленькая. Я, конечно говоря, удивлен, как вы так, таким большим промежутком. Это вы молодцы. А я мужа не могла между ними уговорить просто очень долго. Кто? Мы тогда бедно жили, и он говорил, что нет, и что, мы не потянем. Это соседский Беня. И у нас дома коты. Мы вам все покажем. Он вас хозяйничает, да? Беня, да, Беня хозяйничает. Вот эта половина здесь живет Жени, которого вы знаете... Ну, Женя брат, да, вам? Он двоюродный брат. А, двоюродный брат. Вот, а тут живет вот эта же Женя Кума, Надя с моим братом. Вот, на этой половине. А мы вот там. И вот это Беня Надин с Костей. Это, наверное, там был полив какой-то. А, это еще от дождя там. От дождя еще собралось. Все, мы зашли к нам домой. Сейчас Алиса Оле покажет свои игрушки, своих зверюшек. И он такой непредсказуемый. Он может неожиданно лапой ударить. Ему год. Ему год он молодой. Его кастрировали недавно, и он начал набирать в весе. А он какой-то трошки дезориентированный. Не-не, это он сейчас просто решил отдохнуть. А вообще, вот, все, у него начинается активность. Все-все, лучше руки несут, и он очень больно царапается. У нас был когда-то кот размером мейкуновским. Это батон-подобранец с улицы. Спасли его, просто забрали. У нас все кошки и девочки, это пацан. Мы его забрали, потом кастрировали. И живет с нами. Да, пухтики, поэтому аккуратно с ним, пожалуйста. Даже он тебя не поцарапал. Нам его наши подписчики вообще принесли в коробочке малюсенького. Ну, спасите его, да? Да, да, да. Подошли к нам с ним, и все, и мы не смогли прийти мимо. Почему батон? А Катя так назвала. Ну, с лимоном понятно. Дочка средняя так назвала, Катя. Батон потому что... У нее был хомяк джунгарский в детстве, она его кирпич назвала. А лимонов у вас уже сейчас нет? Куча, целая комната отдельная наверху. Морские свинки, хомяки, жуншилые. Можно, чтобы... Конечно, сейчас все вам покажем. У нас живет сирийский, ну, уже трехлапый. Лечили, лечили. Понятно. Ну, хомяки, да, они, во-первых, клетки нельзя. Мы перешли на контейнеры, потому что лапы реально цепляют. Там колеса опасные бывают, где они могут лапы ломать. Да, и он получился так, что он сам себе, получается, застрял ночью в колесе. Ну, вот, вот. Наверное, колесо было плохое. Вот такое, где широкие. Нельзя такие колеса. Но мы не знали. Мы тоже много чего сначала не знали. Вот реально мы купили несколько хомяков в малюсенькой клеточке. И только потом, ну, я же вела канал, мы стали приходить к тому, что, елки-палки, это вообще не годится. Ну, хомяк вообще должен жить один, оказывается. Их нельзя в паре держать, они только дерутся из-за этого. То есть, столько нюансов, что... Мы просто обалдели. Мы приехали, получается, в ветеринарку, то есть, и говорю, типа, спасайте, типа... А они практически не спасают. Лапу. Они говорят, ну, хорошо, мы, чтобы вы понимали, сращиваем, значит, ему кожу вот на лапке, там, господи, вот такая лапка. Зашиваем ему, накладываем гипс ему, то есть, это... Все нормально. Такой тканевый какой-то такой был. А в какую вы ветеринарку поехали? В ВЕТА. ВЕТА. ВЕТА-эксперт, нет? Нет, нет, ВЕТА-эксперт. Просто большинство вообще хомяками не занимаются. Все, Алис? Нет, а стоимость... Общего лечения, этот нет экономик. Общего лечения в раз в пять, что стоимость хомяка. Ну, знаете, как бы он уже свой член семьи, поэтому уже никто деньги тоже не забывал этот вопрос. Вот что неудобно в этом костюме. Чтобы сесть на горшок, надо все снимать. Это, понимаете, это кошмар был. На перевязки ходим. Значит, мне девочки дают вот такой пакетик, говорят, значит, так, это мою припухлость. Вот он, антибиотик. Я знаю, вы думаете, у меня сколько животных, я не сталкивалась с такими историями. И следующие говорят, пробиотик еще. Ничего с ним не случится от антибиотика. И ходит у них, живет там дворняга, но, видимо, кто-то был кавказец, большая, пандора. У меня это, несчастье в коробочке от Олиной обуви, и то болтается. Даже пандора, просто съешь его. Ну, вроде мучения. Очень тяжело лечить, действительно, грызунов. Ну, чего, подлечили, теперь спокойно справляемся. Оля хочет хомячков твоих посмотреть. Хочешь, я тебе покажу прошу? И мальчиков свинок. Да, и хомячков. Делай, посмотрю. А, Марина, ты для хомяков ничего не брал? Что это? Сарделька. Растянулся. Осторожно, осторожно, потому что он реально как вцепится когтями. Он-то играется, но следы останутся. А, ничего. Вы, может быть, сюда билеты продавайте. Правильно будет. Да, у нас такая антистресс-терапия. Да, комната. Да. Песчанки у нас есть. Вот там песчанки. Шиншилка. Шиншилка, да. Вот еще две шиншилки. Даже костик у нее. Костик, да, висит. Но они в нем же спят, да? Вот эти двух матчей. Все на них кушают. Все на них кушают. Это песчанки. Мама, это песчанки? Да, песчанки называются. Это не мыши. Олечка, смотри, какая крыска. Крысят зовут Рик и Мурти. Слушайте, надо сколько фантазий иметь. Поназывать в каждой школе. Да, это тоже Катя называла Риком и Мурти. Вот прошли. А можно я у вас оставлю? Это Амазон. Да. Это называется, у меня 32 года, а по-моему, два. Он может сесть на плечо. Катя потом зашел. Он разговаривает? Да, он некоторые слова знает, да. Он много говорит, и фраз уже некоторые говорит, и то, что Катя иногда разговаривает, повторяет. Смех имитирует наш. Прикорный, конечно, красивый, очень красивый. Да. Он у него там всякие присады. Смотри, как говорится, твоя кепка. Это его место развлечения. Да, 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 и вот наверху. Вот, а Катя ему собирает ветки, кипятком обдает, там, в воде отмачивает. Вот это все ему наматывает. Это тоже столько. За ним такое уходит. Да, ухаживает за ним, конечно. А что он кушал? Ну, вижу, фрукты. В основном, да, у него больше всего фрукты, овощи. Фрукты, овощи и семечки наверняка. Да, не семечки, корм там специальный. Ну, да, ну, то есть... Катя, а ко мне он пойдет? Катя, надевай! К чужому, наверное, нет, да? Катя, не надо. Ну, да, останетесь, а все выйдут, то... Возможно, сядь. Я как не захожу в комнату, он мне садится на плечо. Слушайте, ну, конечно, странный вопрос, но если он улетит, он вернется. Вот, не дай бог, если вы летите. Не знаю, мы не пробовали и не хотим. Смотрю, у вас просто на кне сеточка, думаю, не знаете, как будет. Вроде держится сеточка. Да, и я скажу так, для него это не препятствие. Он просто в клетке сидел, я его не собиралась выпускать. А все, идем вниз. Ну, да, обычно, что, на проветривание. Еще он вон погрыз дверь и будем потом компенсировать хозяину дома, когда будем уезжать. Закрывайте, закрывайте. Руку, 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 ребенку. Видели, видели, все равно. Ну, это недостата кальция, я вам скажу так, у нас тоже были просто попугаи, и они очень любят грызть все, что связано с мелом. Может быть, ему мел какой-то? Сепия. Сепия у него есть, да. Что такое сепия? Он такой, которому улитку кормят из рачков. А, я понял вас. Нет, это ему именно грызть хочется, клюв чешется. Ну, он ветки грызла. Да, поэтому вот это вот он гипсокартон нашел. Да, мне бы, проще. Проще, проще, пойдешь? Не кусайся. Прош, Прош, иди. Ну, не хочет. Ну, иди. Проша хороший. Мне надо на плечи сядет, вот если развернуться. Катя пошел на плечо. Не, не летит сейчас на меня. Пойдешь? Пойдешь, Прошенька? Прош. Девчонки где-то пошли себе вдвоем. Я думаю, что они пошли в детскую там. Да, скорее всего. А чем Оля увлекается сейчас? Мы танцуем. Мы четыре года уже танцуем. Двух лет, что ли? С трех. Да, с трех лет. Вот я хочу на танцы отдать, но все время говорят, что с четырех надо с четырех. Ну, пошли, но мне было четырех. Привезли на прошлой неделе первая дуэта из Киева. А куда ходит, нравится там ей? Очень. Да? Мы же намеку туда потели. Это контемпорари, там между гимнастикой и ближе, наверное, к бальным танцам, скажем так. То есть, ну, контемпорари это такой, знаете, расслабляющий, такой именно. Какой он близок, прикольный. Он тебе грызнул? Он не грызнул. Лизнул. Это не лизнул и не грызнул. Это почему, вот ощущение, когда у тебя палец у него в клюве. А он есть клювом проверяют часто, они проволочены. Ну да, он сначала всегда и клювом проверяет, перед тем, как сесть куда-то, твердая или поверхность, да. У них клюв это как третья опора, а у них третя опора. А у меня же руки, а это не цептиком побрызганные. Не рукайся. Невкусно показалось. Не рукайся. Да, взволнованный Проша. Скажи, блин, вам такой. Вот Проша тут с Катей живет, в Катиной комнате. Это вашу? Да, вот это моя средняя дочка Катя. Это ваш питомец, да, Катя? Так, я здесь Дима, а Марина, чтобы мы так вышли, не поняли. Ну, это наш общий питомец, скажем так, больше Катя сейчас с ним, но если ей надо будет уезжать, то он останется со мной, поэтому пока еще не знаю. Ну, правда, Катя будет переезжать жить отдельно тоже, ей надо там ремонт в квартире сделать. Вы, кстати, таким не занимаетесь, как дизайнер? У него просто голые стены, кирпичи там. Скажем так, я графический дизайнер и 2D, и 3D, то есть мы можем вам из ваших бетонных стен на компьютере нарисовать? Ну, квартиру, грубо говоря, сначала рисуется квартира, сделаются замеры, то есть переносится это все в компьютер для того, чтобы мы виртуально могли бы не походить. А уже от этого мы начинаем с вами отталкиваться. Круто. Все зависит от того, где находится мебель, как ее расставить. Там ничего нет, там мебели пока нет, вообще ничего. Надо проект, понимаете, то есть сначала. Вплоть до того, что даже можно понимать, то есть где находится запад, где вы стоите, можно показать даже... Я за тобой не услышала, как Проша что-то сказала. На видео посмотришь. Да, у нас там видео, где он болтает, полным-полно есть, да. Очень. Там позже раз говорится, вы же еще не уходите. Пойдем посмотрим, что дети делают. Туалиска еще все-таки маленькая, долго без присмотра. Так вот, понимаете, мы делаем ремонт у себя в своей квартире, и мы понимаем, что мы со всем своим зоопарком туда уже никак не можем вернуться. То есть мы их завели достаточно много, вот енота, собака, когда мы уже здесь жили... Я думаю, что вам уже, наверное, квартира уже реально будет малая. Ну вот и мы так думаем, да. Потому что, нет, даже вот просто взять таких двух собак, это, конечно, не квартирный вариант. Да я думаю, что тут только в одну квартиру можно маленькую намыкнуть, и можно сделать вот эту. Сейчас я вот это уберу отсюда. Сейчас я тебе расскажу про мыло. Про мыло? Ну давай, я послушаю. Вот мыло поскочило, и вцепились волоса, и мыло, и юлило, и кусало как оса. А, классно. Это из сказки. Да? Да, это называется Майдады. Майдады, правильно. Я просто удивлен в том плане, говорю, что редкость, когда сейчас родители дают такие сказки. У нее просто очень много книжек с детства, она книжки любит читать очень. Ну, в смысле, читать она не умеет, но любит, когда мы читаем. Который зверюшек, который лечит, да? Да. Замечательно. Ну, я так думаю. Болоса, курица, клюва, а лисички. Лапка болит, да? Да. Понял? Это мышицы. Да, показывай дальше. Это наш скелет. 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 Это череп. Череп, да. А что вот это с левой стороны красненькое такое? А что это? Это шлем какой-то. Шлем. А для чего он нужен, знаешь? Чтобы лицо защищать. И лицо, и череп, а главное мозги. Кости защищать, чтобы не сломать. Чтобы не сломать. Так, а давай посмотрим, где у нас. Вот, расскажи, что тут происходит. Это пищевода. Да. Еда идет по пищеводу. Куда попадает? В желудок. Ага, а потом что происходит? К ищечнику. К ищечник. И превращается в какашку. Правильно. Давай пять. Алиска, давай пять. И превращается в какашку. Да. Вот так вот все родители, все работают на унитаз, да? Да, да. Здорово. А тебе это нравится? Да, конечно. Интересная книжка? А хочешь, и я... А это что, Алиска? Что это? Легкие. И что? Легкие. А это что такое? Сердце. А вот это что такое, Алиса? Вот это что такое? Вена. Это Вена. А это? Это Артерия. Я так понимаю, у вас будущий врач. Вряд ли, не знаю. Она еще космосом интересуется. Все планеты знают, какая там что. На какое что. А ну скажи мне третью планету от Солнечной системы. Алис, расскажи планеты. Первая какая? Ближе всего к Солнцу какая? Сейчас я покажу ему. Ты покажешь даже? Покажи. И вот там на картине. Сладушка. Да? Расскажи. Это Солнце. Ага. А это Меркурий. Так. А это Венера. Венера. Но она не как Венера, правильно не сказала. А это Земля. Да, мы на ней живем. Да, правильно. А какой у нее спутник есть? Спутник у Земли. Луна. Луна, правильно. Марс. Марс, правильно. Мы скоро на эту планету будем переселяться, да? Летать туда будем на ракетах. Да. А вот это что это, знаешь? Ну, что это? Это Международная космическая станция МИР. Такое не знает еще. Это Юпитер. Юпитер. Газовый гигант. А кто с колечками? Сатурн. Клопс. Сатурн. Молодец. Это кольца называется. Кольца, правильно. Сатурновские кольца. А это Уран. А что это вот это? Созрение. Правильно. Ну, как бы к астрономии они не имеют никакого значения. Ну, это такое вот. Это Близнецин. Правильно, да. А вот это что? После Урана. Нептун. Нептун. И самый последний, которого лишили статуса планеты. Это Плутон. Плутон, правильно. Когда-то было. Самая маленькая планета. А, сегодня уже он не планета. Потому что маленький. Да, потому что он... А это Уран. Да, Уран. Единственная планета, которая повернута под 90 градусов. Все, все, все осмотрели планету. Осмотрели. Осмотрели все, да. Спасибо за экскурсию, Алис. Ну, теперь... Они нам помогают дышать воздухом. Правильно. Да. Через альвеолки, такие называются внутри легких, называется альвеолы. Через них попадает кислород. Это такая любознательная. Это живодок. Да, молодец. Оно переваривает еду. Еду, правильно. А это кишечник. Мозг. Мозг, да. Когда ты спишь, у тебя мозг работает. Да, конечно, он работает. Он должен перегрузиться и смотрит мультики для того, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Да. И эти мультики тебе показываются, тебе с нами. Это сердце. Сердце, правильно. Это наш главный моторчик. А он качает крошь. Да. Это наш главный моторчик. Да? Я так думаю, что, наверное, у детей главный моторчик находится где-то в другом. Да, да, да. Это очень важно. Вот как-то не там, где у взрослых. А что это, Алиса? Это, доченька. А это Алиса тебе сейчас все расскажет. Да, что это, Алиса? Давай. Что это такое? Это красненькая. Тро. Это драбанцы. Драбанцы, да. Это специальные такие, я расскажу, это специальные такие клеточки, которые помогают нам. Если вдруг мы где-то порежемся, да, они сразу же бегут такие раз и дырку эту залепляются. Заклеивают, да. Заклеивают, да. Для того, чтобы кровь из нас все не вытекла. Если бы не было тромбоцитов, то тогда мы бы от маленькой-маленькой порезочки у нас бы кровь закончилось. Да, она бы вся вытекла. А так они заклеивают и все. Да, а потом, помнишь, такая кожурочка сверху, такая корочка, пока она растает, если вдруг где-то поражается. Да, вот это вот эти тромбоциты. Их много-много-много в организме. Ну, конечно, они не только эту функцию делают, еще много. Это вены. Вены, правильно. А это артерии. По венам течет уже кровь без кислорода, которая уже всю свою отдала. Артерия красненькая, от ней еще много-много кислорода от легких. Ну что, лисенок, гуляй с Олей, да, мы пойдем говорить про лимона. В общем, сначала вот эта будка стояла у него в вольере. Видите, он сгрыз часть крыши. Это енота работа. Вот он очень любил спать на ней. То есть ему надо по-любому спать, сделать на возвышении, потому что он вот там любил, он все время на этой будке спал. Потом мы решили, что ему такая будка не нужна. Изначально она для собаки покупалась. Поэтому мы вынесли сюда для собак ее. Правда, они пока тоже ей особо не пользуются. Но я надеюсь, что они все-таки ее оценят со временем. То есть ему надо по-любому, первое, сделать возвышение, на котором он будет спать. Второе, ему надо сделать что-то, где он будет спать зимой внутри. И такое, чтобы мы его могли конкретно утеплить. В дупле деревьев они спят. Вот я все время мечтала найти ему огромное дерево какое-то перепилить, сделать дупло на зиму. Вот, но так этого и не получилось. Это раз. Еще раз говорю, мое личное мнение, нужно сначала лучше всего полностью все демонтировать. Переделать это, ну, лепить из чего-то так, это не получится. Демонтаж, после чего выравнивание основы. Подсыпаем туда щебенки, потом песком. Я бы сделал бы вторую клетку сбоку. Такого же самого плана, как и вот. Да, отлично, выше. Смотрелась гармонично. То есть ее поднять выше. Можно даже сделать из железной конструкции, сделать точно такую же еще одну клетку. Только здесь. Здесь бы вот где-то вот до такого уровня я бы сделал бы это все из оргстекла. Там либо пятерочку, либо там может быть миллиметров 8-10. Объясню почему. Потому что довольно-таки сильный животное. Да, он пробрался, что да. Его нужно закрепить. Вам просто как для видеоблогинга легче, когда у вас не будет. Конечно. Намного лучше будет, да. Для вас, для визуализации. Конечно. Это было бы лучше. Сверху по любому сетку рабицу. То есть для того, чтобы она вентилировалась. Значит, то, что связано с водой. Я не хотел бы вам не делать никакого корыта. Лучше всего, если и сделать ему какую-нибудь воду, то сделать прям настоящий бассейн. То есть это можно взять или по типу детского бассейна маленького. Но не резиновый. Да, он проткнет резиновый, конечно. То есть либо бетонный, то есть посмотреть, найти, либо даже изготовить. Было бы идеально вообще сделать, чтобы там еще и вода менялась. Типа нажал-то. А потому что мы все время ее выливаем, вычерпываем. Это так сложно. Скажу так, это в принципе не такая большая сложность. Есть в советские времена, очень классная штука была. Это маленькая ванна для детей. Кстати, да, точно, можно найти. В принципе, если мы правильно все поступим, там у вас что? Там огород какой-то хозяйский. Ну, мы туда и не ходим. А скажите, здесь насколько сильно у вас, я просто не могу так, ну, на какие-то моменты. Мы в принципе можем сделать слив. Прям пробочку. Если хозяин, ну, если мы тут облагородим, он в будущем сюда собаку какую-нибудь посадит, он только благодарен будет. То есть, ну, поэтому мы можем сделать все, что угодно. Ну, я вам, честно говоря, советую вам, чтобы вы нас на будущее, дай бог, может быть, у вас все получится, чтобы вы уже были в своем доме. Ну, да, да, развернуться вообще, да. Поэтому я бы все-таки вам бы советовал, чтобы это можно было с собой забрать. Ну, да, да. То есть... А, разборное сделать. Не, ну, мы можем сделать... Типа такого. Заказать из металла, чтобы сделали саму раму. А уже дальше мы ее бы вшивали. Так, Маха, ты опять в гараже оказалась? Маха. Опять сбежала в гараж, Маха, смотри. Алисочка, давай, провожай. Говори пока, Оля. Вам спасибо большое. Хочу с вами. Нет, доча, Оля к нам еще приедет. Луну выпустили, Оля попросила, гуляла с ней. Еще приедут к нам гости. До свидания. До свидания, спасибо большое. Познакомиться, да. Пойдем. Алиса пошла дяде вам помогать. Давай, давай. В огороде. Поехали. Ох, ты какой крепкий. Домик? Нет, доча, домик тут не надо ходить. Солнышко, это не домик. Короче, ловила Маху. Она впилась мне в спину, поцарапала. Ой, слушай, там тебе еще надо промазать. Сейчас у тебя проступили царапины. Я же тебе говорила, что они еще есть. Она конкретно впилась. Да, вот, вот и вот. Да, ну замажь. Мне Костя помогает замазать, потому что она сидела в гараже, у нее грязные эти когти, грязные лапы. В общем, как получилось. Я ее беру на руки, хочу нести домой. А там хозяин с хозяйкой дома приехали в огороде. Ну, вы видели, Алиса им помогала. И она их увидела, что-то перепугалась, такая заметалась. И мне на спину лезет. И вот так впивается, лезет и вот держится когтями. Знаете, как это больно, ужасно. И вот это она мне на спину вылезла, спрыгнула со спины и побежала в гараж. Потом я сходила домой за переноской, посадила ее в переноску и занесла домой. Да, чудо? Кушать, небось, пошла. Чучело мяучило. Что ты мне наделала, а, Маха? Маха сбежала в гараж. Да, еще и меня поцарапала. Киса такая непослушная. Папа, можно мне лезеткой помажем? Ай, не надо, Алиса. Ай, печет. Ну, пожалуйста. Ну, давай маме что-нибудь нарисуем. Нет, не надо мне ничего рисовать. Поздно. Киса. Папа. У тебя как будто ветрянка. Папа, а мне, мне. Да, любила. Не, Алиска, тебе не надо, это ж не краска. Папа. Алис, Маш. Алис, маму маш. Маш, давай мне. Давай, мама разрешила рисую сейчас. Маш, где у меня там бабочки за Машей? Матри, макарошечка у тебя на спине. Макарошечка? Нарисуй мне солнышко на спине. Хорошо. Давай. Красивая такая нарисуй. Солнышко. Будет меня греть твоё солнышко. Теперь ты наше солнышко точно. Одно меня будет греть. Да. На спинке. Нет, оно будет тебя печатать. Алиска, где интереснее рисовать? На листочке или на маме? На маме. Конечно же. Я так и думал, что ты ответишь. Конечно. Всё? Ещё нет. Я ещё тебе нарисую там какой-нибудь цветочек. Ну да. Круглый. Такой пристой. Цветочек. Вот такой пристой цветочек. И листик там. Хорошо. Сейчас нарисую листик. Сейчас нарисую тебе там дерево. Дерево. Дерево? Ага. Вот и дерево. И листочки, надеюсь. Солнышко, завтра идём в художественную галерею показывать тебе. Да, продайте мне ещё как картину. Хотел убрать переноску, а что-то тяжёлое. Прикол. Батун уселся в переноску. Это на маху только что приносили. Что, котик? Папа, помоги. Они тут с папой собрались фейерверки взрывать. Вот так надо дёргать. Да, может, ты первый дёрнешь, чтобы она видела, что это громко. Я дёрну, ты посмотришь. Давай, папа, дёрнет. О, Новый год у нас тут. Будешь дёрнешь? У меня 24. Я попросила делать это в коридоре, потому что тут легче всего подмести потом. Ух ты, как красиво. В детстве были хлопушки, ещё игрушки. Ещё. Ещё хлопать и хоть все, хоть не будут валяться. С Нового года осталась куча вот этих хлопушек. Мы тогда купили и их не похлопали. Может, вместе будем? Мы как-то. Нет, случится ли. Ух ты. Алиска, вы потом подметёте с папочкой? Нет. А что, смотри, что у нас на полу получается. Надо будет взять веник и потом подмести. Лучше пусть так и будет. Ой. Не сидит себе. Наблюдает. Папа, ещё? Алиса, ты вставай сюда, будет на тебя сыпаться. Хочешь? Становись вот сюда. Вот сюда встань. А папа будет взрывать, и у тебя будет сверху дождик. Да, хорошо. Смотри. Смотри. Как снежок. Даже не дождик, а снежок. А папа у него летит. Кстати, гляньте, какие прикольные в этом костюмчике. Помните, в этом, в эпицентре купила с бананами. Реально прикольно. Хороший для дома костюмчик. Это уже можно выкидывать. Это на пустыне, видишь? А эту ещё можно стрелить. Так. Почему теперь вы на полу? Давай сама попробуй. Нет, почему? Ой, как громко у меня жуха заложила. Всё, я пошла от вас. Раз, взрывайте тут без меня. Вон сколько у них.